Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Второзаконие». И сегодня мы будем читать 25-ю главу этой книги. Здесь содержатся законы о телесных наказаниях. О женщине, которая вмешалась в драку мужчин. О необходимости кормить животных. И о женщине, чей муж умер, не оставив сына. Итак, о телесных наказаниях. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. Назначение суда – это размежевание между праведными и грешными. Но наказание дается, если жизнь человека сохраняется, ради исправления человека. А если смертный приговор, то в понимании людей того времени смертная казнь, она как бы компенсирует все, что человек сделал дурного. То есть он заплатил по полной программе. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. «Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими». Обезображен пред глазами твоими имеется в виду, что считается, что после сорока ударов, это уже какой-то предел, тело расслабляется, и человек невольно может опражниться. То есть закон Божий дозволяет, наказывает, но не дозволяет оскорблять человека, то есть доводить до такого состояния, чтобы в твоих собственных глазах ты видел его вот в таком положении. Далее буквально один стих, это четвертый стих, о том, что животное имеет право на пищу даже в момент совершения работы. «Не заграждай рта валу, когда он молотит». То есть он крутит колесо молотильное, и надо разбрасывать перед ним пищу, солому, чтобы он мог питаться. То есть препятствий не должно быть. Апостол Павел использует этот стих для оправдания того, что священники должны иметь жалование, «Не закрывай рта валу молотящему». Он приводит эту цитату, чтобы принцип по труду каждый получает, то, что заслужил, он соблюдался бы. Далее говорится о женщине, чей муж умер, не оставив сына. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. Это так называемый закон Ливерата. Вдове, не имеющей мужского потомства, женится ее деверь. Их первый сын считается ребенком умершего человека, мужа этой вдовы. Таким образом, они оберегали каждую линию, жизненную, родовую, чтобы шем-миш-паха, имя семьи, оно бы не пропадало и сохранялось бы в Израиле. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его, умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. То есть каждый род должен сохраняться. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет, деверь мой, то есть брат моего покойного мужа, отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города, его, должны призвать его и уговаривать его. Вот тоже такой важный урок. Преступника надо отговаривать от преступного намерения. И если он встанет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка его пусть подойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему у Израиля. И нарекут ему имя в Израиле дом Разутова. То есть тот, кто не заботится о Шем-Миш-Паха имени брата, он сам теряет имя семьи, ему дается другое имя, дом Разутова, потому что заботу надо проявлять и об умерших, чтобы род не пресекался. И вот эти законы, они существовали. В христианстве эти законы не применяются о либерате, но были случаи исторические, когда нечто подобное происходило. Но это чаще в Западной Европе. Теперь закон о женщине, вмешавшейся в драку мужчин. Когда дерутся между собой мужчины, и женщина одна из них подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и, протянув руку свою, схватит его за срамной уд, то отсеки руку ее, да не пощадит ее глаз твой. Здесь запрет касается того, что женщина не должна касаться уда другого мужчины, потому что это плоть его жены, а она не жена. Но женщина слаба, и она не может там удары наносить. А это такой прием, который может подействовать, но он недопустим. Даже тогда, когда она вмешивается в драку, чтобы защитить как-то мужа своего и вытащить его из этой драки. О честности в торговле. «В кисе твоей не должны быть двоякие гири, а большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двойная эфа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и эфа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились твои дни на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел. Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Здесь закон о том, что гири и емкости должны быть правильные, чтобы тот человек, который что-то продает, он не совершал бы действия мошеннические, то есть на самом деле другой вес его гири, другой объем его емкости, и излишек он оставлял бы себе. Это категорически запрещено. Манипуляции с продуктами – это очень страшный грех, потому что то, без чего люди не могут существовать, и они нуждаются в этом каждый день, и власть, и предприниматели должны заботиться, чтобы это было не только в достатке, но чтобы это было и безвредно. Вот, например, это пальмовое масло, которое вызывает вспышки раковых клеток, его добавляют в молоко, в творог. И один очень обеспеченный человек, он мне сказал, что вот он ездит в магазин на машине для очень богатых людей, вот там все натуральное, там все без этих примесей. Это преступление, это какой-то геноцид, если то место, где человек приобретает пищу, ему дают то, что может причинять ему вред. Далее Господь говорит, что надо отомстить амаликитянам, потому что амаликитяне поступили дерзко, когда евреи выходили из Египта. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших. Что значит сзади тебя всех ослабевших? Слабые, они как раз идут в конце, сзади. Они отстают, потому что не хватает сил. И амаликитяне напали не в центр всего этого большого сообщества евреев, а вот именно сзади, где там дети, женщины, пожилые люди. Как они тебя встретили на пути и побили сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. То есть амалик. И так, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память амалика из-под небесной. Не забудь. Потому что этот грех – это жестокость. Одно дело, когда воины с воинами воюют, а другое дело, когда кто-то штурмует там роддом, кто-то штурмует школу, и они считают, что это доблесть. Какая же это доблесть? Это подлость нападать на детей маленьких, на женщин без оружия. А мужество – это сражаться в бою с равными тебе по силе. Это понятно. Поэтому амалик был наказан самым жестоким образом. Таким образом Господь смиряет цинично жестоких людей, которые допускают жестокость по отношению к слабым. Ибо Бог – защитник не только сильных, которым Он дает силу, но и всех слабых. А сильные – их обязанность защищать слабых, поддерживать жизнь в любых ее формах и видах. Итак, сегодня мы окончили с вами изучение 25-й главы. В следующий раз, если Бог жив и Господь позволит, мы будем читать 26-ю главу этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok